Есть первый триггер, царь всех триггеров его зовут. Царя всех триггеров зовут следующим образом. Это дескриптор или это описатель. Это самый важный триггер, первый, с которым мы работаем. Находится он в левом верхнем углу, как правило. Иногда он может быть по центру. Что такое дескриптор? Это простое и понятное описание того, куда я попала. То есть, когда я захожу на сайт и ищу фреон в Москве, я хочу найти фреон в Москве, именно его. С недавнего времени к дескриптору мы можем прибавлять еще одно, то есть усилить этот триггер, сделать его не просто понятным, но еще и интересным, добавив к нему штуку, которая называется k-benefit. K-benefit – это есть ключевая выгода. Сейчас покажем вам пример. Во-первых, давайте поработаем с дескриптором. Как он пишется? Дескриптор состоит из нескольких частей его описания. Раз, два, три. Сейчас вы потренируетесь тоже, опишите дескриптор для себя. Вместе к мечте. Да, как обычно бывает. Резиновое счастье на горизонте там. Или по-английски. Какая-нибудь компания там что-нибудь продает арматуру, и там написано «wealth and health devouring to the people, furniture, transactions». Вместе к новым расширяя границы. Вот, да, любят у нас такое. То есть мы этот стиль называем как… Полотенце душистое и мыло пушистое. Вот так. То есть примерно так. Из чего состоит дескриптор? То есть что человек подсознает? Первое, что ищет человек, да, по статистике и наблюдениям, он ищет понятности. Он не готов, как в 18 веке, заходя на сайт, прочитывать том «Войны и мира». То есть ему сразу очевидно необходимо получить то, что он ищет. Сразу. Притом интересное и вкусное. Это очень легко проверить. Работая с дескриптором, мы работаем с таким показателем в метрике, который отвечает за показатели отказов и время пребывания на сайте. Если вы проанализируете, то есть вы сайт или лендинг и посмотрите на показатели отказов, то, скорее всего, он на данный момент превышает 60-70% у большинства сайтов. Это означает, что 60% трафика уходит сразу же после того, как они зашли на сайт. То есть вы теряете этот трафик. Вы платите за него, но теряете. Самое, что интересно, что ставя правильный дескриптор, то есть делая сайт релевантным поиску, то есть когда человек ищет трубы оптом и видит трубы оптом на сайте, показатель отказов снижается до приемлемой нормы в 25-30%. Три вещи мы указываем в описании товара. Первое. Когда человек заходит, он хочет понять, что это? Первое. Что это? Куда я попал? А что это может быть? Куда я мог попасть? Вообще, куда в интернете попадают люди? Что это может быть? Что за суть? Это может быть интернет-магазин, это может быть производство и продажа, это может быть продажа и установка, это может быть проведение, это может быть поставки, это может быть организация, это может быть агентство и так далее. Суть в том, что человек, попадая на сайт, должен понять, что это коммерческая площадка. Площадка. Это не блог, не портал, не журнал, не какое-то просто ссылочное скопление, что здесь можно купить. Вот что он должен понять. Откройте, пожалуйста, еще там пока дополнительный сайт автонометр5.ру. Итак, что это? Второй вопрос, на который должен ответить себе человек, собственно говоря, ЧП. Что продается-то здесь? Суть того, куда я попал, я понял. А теперь что продается? Например, это может быть интернет-магазин свадебных платьев, или это может быть производство и поставка светодиодного оборудования. Это может быть оптовые поставки свежей рыбы, например. Это может быть проведение и организация бизнес-мероприятий, например. То есть здесь мы описываем, а что мы, собственно говоря, продаем-то. И третьим пунктом мы пишем. Я вам даю идеальную формулу дескрипта. Она может на самом деле там отличаться, где-то там что-то не хватать. Третье – это кому или куда. Например, если это обслуживание юридических, ну такой технический аутсорсинг для юридических лиц. То есть вы прям можете указать, что это не для физических, для юридических лиц. Производство и поставка промышленных вентиляторов с доставкой по всей РФ и СНГ. То есть куда мы доставляем? На самом деле элементы дескриптора могут быть описаны необязательно в этом углу. Они могут быть немного раскиданы по странице. Например, нарисована карта, которая указывает, что по всей России. Федеральный номер нам там будет помогать, визуализация нам будет помогать. Само изображение товара. Заметьте, нам нравились те сайты, где сразу изображен холодоген, вот эти канистры. Поэтому изображение товара, название товара конкретное в категориях и дескриптор в виде крупного заголовка.